Добрый день, дорогие ребята! Меня зовут Супатая Ивановна Владимировна. Я педагог дополнительного образования, руководитель театральной студии «Этюд» Школы детского творчества города Житикары. Сегодня мы с вами проведем занятие по технике речи. Художественная речь – это одно из главных выразительных средств актера, которое помогает нам донести до зрителя смысл постановки. Именно с помощью выразительной речи мы передаем характер персонажа, его душевные переживания и общаемся со зрителем. Навыки художественной речи зародились еще в Древней Греции. Всем известен оратор Демосфен, который, работая над речью, разговаривал, положив в рот мелкие камешки. Его изыскания увенчались успехом. Изначально он разговаривал не очень внятно, но с помощью разных упражнений смог добиться того, что мы знаем его как величайшего оратора античного мира. Техника речи состоит из множества упражнений, в том числе упражнения на дыхание, на артикуляцию, на выразительные встречи и многое-многое другое. Начнем мы с вами с упражнения на дыхание. Самое простое упражнение, которое мы с вами сделаем, это выдох и вдох через нос с открытым ртом, то есть как будто вы разговариваете. Его нужно повторить 10 раз. После этого можно переходить к следующему упражнению, которое уже будет немножко сложнее. Для начала нужно запомнить слова. Как у горки на пригорке жили 33 игорки. Раз игорка, два игорка, три игорка, четыре игорка и так далее. До 33-го. То есть вы делаете один вдох и на выдохе начинаете произносить. Как у горки на пригорке жили 33 егорки 1 егорка, 2 егорка, 3 егорка, 4 егорка, 5 егорка, 6 егорка, 7 егорка, 8 егорка, 9 егорка, 10 егорка, 11 егорка, 12 егорка, 13 егорка, 14 егорка, 15 егорка, 16 егорка, 17 егорка, 18 егорка, 19 егорка, 20 егорка и так далее Насколько вам хватит дыхания Чем больше егорок получается произнести на одном выдохе, тем лучше Значит, когда вы начнете работать над серьезной ролью, для вас уже не составит труда работать над каким-то серьезным аналогом Следующее упражнение, которое я вам хочу предложить для развития техники речи для вашего голоса и дикции – это скороговорки. Начинать работу над ними нужно с того, что медленно-медленно и очень внятно произнести каждое слово в скороговорке. Обычно скороговорка идет на какой-то один определенный звук. То есть работая над скороговоркой, этот звук мы отрабатываем. Самая легкая скороговорка, на мой взгляд, от топота копыт пыль по пыль летит. Когда вы ее произнесли медленно, можно начинать ускорять темп. От топота копыт пыль по пыль летит. Так до тех пор, пока у вас не получится очень быстро и очень внятно. Следующая скороговорка, которую я хочу вам предложить на букву Р. На горе Арарат вырос крупный виноград. Следующая скороговорка будет на звук Ш. Петушок по полю шел, и горошину нашел. Для того, чтобы нам с вами тренировать выразительность речи, можно самые простые фразы произносить голосами, допустим, разных персонажей. К примеру, такую фразу, какая прекрасная погода в нашем лесу, произнести поочередно голосом лисы, с такой интонацией, как говорила бы хитрая лисичка. Какая прекрасная погода в нашем лесу! Или так, как ее сказал бы сердитый медведь, которому сейчас водичка под бок начинает наливаться, от того, что снег тает. Какая прекрасная погода в нашем лесу! Также можно произнести как кот, как заяц, как мышка, как многие другие персонажи, так, как вы себе их представляете. Также для того, чтобы тренировать выразительность речи актера, можно порекомендовать читать стихотворение. Тоже, конечно, с определенным каким-то выражением. Например, вот такое. Тише жабы, не гугу, ходит цапля на лугу. Чтобы не было беды, наберите в рот воды. Первую строчку мы с вами прочитаем как предупреждение. Тише жабы, не гугу. Так, чтобы они обратили на вас внимание. Ходит цапля на лугу. Вы должны испугаться к этой строчке. Чтобы не было беды, говорим тише. И последнюю строчку совсем тихо произносим. Наберите в рот воды. Кроме этого, стихотворение мы можем читать с различными выражениями. Например, стихотворение «Наша Таня громко плачет». Его можно прочитать грустно. «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мячик». А можно прочитать его весело, так чтобы нашу Таню приободрить. «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мячик». В зависимости от того, с каким выражением вы прочитаете стихотворение, слушателю вашему наше настроение будет передаваться. То есть он почувствует себя грузным или веселым. Кроме этого, артисту необходимо овладеть таким приемом, как логическое ударение. То есть мы с вами в речи подчеркиваем какое-то слово, которое получает особенную смысловую нагрузку. Например, фраза «Я пришел сюда». Если вы подчеркнете голосом «Я пришел сюда», вы покажете, что именно вы пришли, а не кто-то другой. Или «Я пришел сюда». То есть я именно пришел. Или «Я пришел сюда». То есть я пришел именно в это место, а не в какое другое. Я вас попрошу сказать выделением разных слов следующие фразы. Мы пойдем сегодня в цирк и фразу «Разве вы это сделали?». В зависимости от этого поменяется смысл ваших сказанных фраз. На этом наше первое занятие заканчивается. Говорите правильно. До новых встреч!